Российское казачество прошло долгий исторический путь, временами весьма трагичный. До революции казаки много потрудились во имя веры, царя и отечества. Но в минувшем веке эта традиция была насильственно прервана. Из 70-летий казачество практически искоренялось, выхолачивалась сама православная суть их жизненного уклада. Но в конце прошлого века казачьи традиции пережили свое второе рождение. И сегодня многие понимают, что без хранения веры и опоры на духовные и нравственные ценности возродить казачество невозможно. Об этом в частности шла речь и на состоявшемся в Ясентуках расширенном заседании Совета атаманов Терского казачьего войска. В его работе принял участие архиепископ Ставропольский и Владикавказский Феофан. По казачьей традиции встреча началась с молебна, которую совершил войсковой священник Протерей Павел Самоленко. Затем атаман Терского казачьего войска, казачий генерал Василий Бондарев рассказал о решениях, принятых на заседании Совета по делам казачества при президенте России. Архиепископ Феофан поделился с участниками заседания своим видением проблем казачества, таких как единство, работа с молодежью, развитие образования, культуры и другое. И как ваш архипастык, и как духовный наставник, и как человек, у которого валит сердце за Россию, за наш край, за многострадальный Кавказ и за казачество. Вспомните, с каким трудом, покроком вы здесь, многие сидящие, стояли у истоков возрождения казачества. А с другой стороны, какое было воодушевление. И как все ждали, что казачество привнесет новую, свежую, здоровую струю. И это ожидание, я не скажу, что не оправдалось, это будет неправильно. Но оно не было пока реализовано до конца. Но на сегодняшний день мы сами видим, с каким вниманием и ответственностью опять же глава государства и председатель правительства, руководство страны обратило свой взор на казачество. Одно то, что создан Совет по казачеству конкретно при президенте Российской Федерации, это твердое, решительное желание, чтобы казачество стало реальной опорой государства. Особое внимание владыка уделил духовной составляющей в жизни казаков и членов их семей. Отрадно, когда на Пасху, когда служит ли владыка, или какие-то вообще праздники, мы видим казаков, но, я не укоряю вас сейчас, но ведь традиция казачья была другая. Казаки шли в храмах всегда. Я не скажу вам сразу всем, ну все, давайте идите, ну все. Этот процесс непростой. Жили в другое время, другая была идеология, но к этому надо возвращаться. Но к этому надо возвращаться, потому что это фундамент нравственного стержня казачества целого. И особенно терцкого казачества. Вот они. Храмы, которые везли с собой казаки. И начинали всегда с храма. И казачья семья, это крепкая, христианская, православная традиция. И поверьте мне, без всяких улыбочек, без биения, поклонов до синяков на лбу, а христианский образ жизни казака сделает здоровой и семейную следу, и темография рванет вперед. Шесть часов продолжалась дискуссия. Выступили атаманы отделов, рассказавшие о современном положении казачества Чеченской республики и Дагестана. Военный комиссар Ставропольского края Юрий М. отметил высокое качество казачьего пополнения войска. Глава города Ставрополье Николай Пальцев поделился опытом взаимодействия городских властей и казаков.